на улице 9 утра очень очень пасмурно и мне кажется что холодно хотя показывает плюс 6 не знаю доброе утро всем в общем проснулся я пошел в комнату смотреть потолок и о ужас как я говорил что каждый кто внес лепту в этот потолок он дал о себе знать помимо этого всего еще краска оказалась немножко другого цвета как я предполагал я вчера говорил что надо было брать краску точно такую же которую мы и покупали зачем мы купили другую непонятно ну просто не хотелось идти в другой магазин в общем не знаю теперь что делать осталось у меня немножко той краски который красил мастер и краска которая есть у меня я попробую их сейчас смешать и им покрасить в комнате очень темно потолок я вам сейчас показать не могу потому что вы не видно попросту в общем сейчас я эти краски все смешаю и попробую им подкрасить потому что реально белые пятна я уже 300 раз пожалел надо было просто оставить так как есть и все и не трогать в общем если и так не получится то я не знаю что делать обои пока клеить мы не можем потому что если мы поклеим обои то потом уже потолок красить нельзя мы испачкаем обои поэтому опять идет у нас ступор такая закупорка и мы не знаем пока что делать в общем сейчас смешаю эти краски и попробую ими покрасить и посмотрим что получится сегодня я еще иду в 12 часов в сад за племянником поэтому мне до этого времени нужно все успеть сделать так что вот так места где высохла краска оказалась другого цвета и вот такие пятна вот так получилось это все ужасно но так оставлять нельзя надо это переделывать как пока не знаю в общем сейчас будем думать что и как здесь можно сделать если честно сказать мне этот потолок уже надоело мне тут не просто на и умеет достал вот здесь где прогрунтованы и прокрашена хорошо а вот здесь когда мы реально видимые пятна это уже все высохло и вот такие пятна остались в общем ладно сейчас будем думать что сделать пусто странно почему-то мне с aliexpress не приходит вернее уведомление с почты не приходит как-то странно на почте говорят что ничего нет aliexpress прислал уведомление что посылка здесь вот кому верить всем привет в общем ребят вот такая прическа теперь у меня на голове но это по крайней мере лучше чем то что у меня до этого было вот хотя тоже там короткую стрижку очень сложно так уложить в общем погода сегодня прохладная и моросящий такой дождик чувствуется такая прям вот осень осень в общем с утра опять мы поругались с этим потолком ребята он меня уже достал если честно я уже вот просто в общем сейчас я иду в макси дом и и покупаю маленькую банку двухлитровый точно такой же краски которая у нас была ту краску которую мы купили вчера она не подошла она светлее помимо того еще ее разбавили вчера зачем-то водой хотя игруши не надо разбавлять водой но ее все же разбавили и в некоторых местах но я вам показывал там уже такие вот прям реально видно пятна в общем есть сейчас я идут точно такую же краску покупаю маленькую и вот этой красками просто закрашиваем те места где реально видны вот эти пятна я надеюсь что это все потому что так тоже оставлять нельзя и обои клеить нельзя потому что пока ты не прокрасишь стены на потолок обои клеить нельзя потому что мы испачкаем тогда соответственно все обои новые меняют уже надоело меня этот ремонт надоел я своей комнате сделал ремонт гораздо быстрее чем мы сделали вот там значит по поводу шкафов шкаф я сейчас еще успел разобрать шкаф два вот тех шкафа один стеклянный и второй который мы хотели оставить мы все-таки решили оставить и поставить спальню там нужно кое-что подклеить подкрасить и эти два шкафа вместо старых тех которых стоят спальне мы поставим они там будут смотреться хорошо так что вот так я думаю что сегодня мы уже закончим с потолком ну видите как мы даже не можем начинать клеить обои потому что пока не закончим с потолком клеить обои нельзя хотелось бы уже начать в общем сейчас если есть такая краска я ее покупаю прихожу домой мы ее закрашиваем она высыхает ну уж если не сегодня клеить обои то завтрашнего нет точно начнем а до звонила сегодня мама моего племянника сказала что в садик за ним идти не нужно потому что он заболел он заболел в садик они его не повели у него кашель у меня насморк тоже там его не лечит грубо говоря постоянно садик сходит неделю ходит потом болеет так что вот так ладно холодно мне уже замерзли руки сейчас схожу макси дом и посмотрю я надеюсь что краска есть ну на сайте я посмотрел маленькая краска 2 и 8 у них есть наличие сейчас придем и посмотрим в общем ребята вот краска для потолка вот такая вот 18 249 рублей вот я ее наверно сейчас возьму меня точно еще проверю такая на или нет и вот ее наверное и возьму в общем ребята тоже обратно быстренько я вот такая красочка текст для потолка она точно такая же как и была у меня большая вот но она меньше оказалось чем та краска которую мы покупали вчера потому что вчера мы покупали краску она была по моему 28 или 25 я не помню сколько там вот в этой 18 я думаю что этого там будет достаточно весь потолок красить мы не будем мы будем прокрашивать только то те места которые видны вот светлых отличающихся с пятнами кстати я вот снимаю на вот это вот приложение камере вот не знаю при светлом дне ну может быть чуть-чуть заметно разница чуть-чуть но невелика это разница племянница мне вообще сказал что разница между обычной камере от этом приложении нет никакой ну ладно поснимая там будет видно если нет значит не буду больше пользоваться этим приложением удалю а то неудобно постоянно хочется в обычную камеру зайти так что вот сейчас уйду домой и будем прокрашивать места на потолке ребята вы сейчас посчитаете меня за сумасшедшего но я не могу найти свой тапок когда уходил тапки были у дверей прихожу один тапок второго нет все перерыл нету тапка не считайте меня за сумасшедшего но я не знаю где он сейчас буду искать в общем ребята хотите смейтесь хотите нет я делал другие тапки я тапок так и не нашел я посмотрел везде вплоть до мусорного ведра там там нет тапок вернись я все прощу ладно может потом найдется где он может быть понятия не хотя оставлял двери бывает же такое в общем ребята тапок я свой нашел не знаете где он был в кармане куртки как он там оказался я не знаю я его туда не клал ну ладно тапки нашлись ура в общем ребята нанесли мы сейчас краску краска еще осталось сейчас подождем пока это все подсохнет и посмотрим как будет это все выглядит но дело все в том что в тех местах где не прогрунтована краска никак не ложится вот что бы ты ни делал сколько злоев бы ты никого не клал она туда не ложится были у нас сейчас мысли о том чтобы сделать натяжной потолок но ребята это очень дорого и надо было это делать сразу получается если еще и делать натяжной потолок то тогда это вообще очень дорого выйдет 8000 которые ушли в пустую плюс еще натяжной потолок будет 1017 нет ребята это не вариант надо было делать сразу вот но меня никто не послушал все отказались вот а теперь уже ничего не сделать ладно вот сейчас посмотрим если более-менее подсохнет и будет более-менее нормально тот наверное так и остается уже как будет так и будет все натяжной потолок я думаю что нет потом повесим люстру вот кстати на этом приложении тоже вот видите как когда наводишь на потолок не фокусирует так что вот ждем пока высохнет а там будет видно в общем нанесли еще два слоя краски вот этой который я купил макси доме ну когда свет включен не видно свет выключаешь все равно остается те места которые не зашпаклеваны проявляется там краска не ложится в общем ладно как получилось так получилось завтра высохнет уже на в конец уже наверное будет всяко лучше чем было до этого и уже тогда будем клеить обои все больше потолок красить не хочу надоел кто-то уже стал поперек моей машины большой какой-то автобус вот если видите там вдалеке в общем время уже вечер побелили мы два раза потолок но сейчас в темное время суток не видно но понятно что в тех местах где не про шпаклевана хорошо там краска не ляжет по-хорошему надо весь потолок снова отмывать и заново белить но я этого делать точно не буду в общем наш мастер фломастер накосячил по полной сегодня даже были мысли по поводу того чтобы сделать натяжной потолок но тогда это выйдет в три драгона нам этот потолок обойдется просто вылетит в такую копеечку поэтому ладно как осталось так и осталось завтра утром будет видно но я думаю что намного лучше чем было это вчера с той краской которая не в цвет потом повесим большую люстру и наверное будет ничего были даже мысли такие чтобы на потолок в те места где видны вот эти вот непрокрашенные места там наклеить каких-нибудь бабочек цветочек знаете такие для потолка есть продается у меня в моей комнате помню когда я маленький был такие были приклеены но извините в гостиной это совдеп дерибас не знаю как это назвать но это некрасиво так делать вот поэтому оставим как есть уже ничего не будем переделать во всех остальных комнатах где будем делать потолок там соответственно уже будет натяжной все завтра мы целый день убьем на то чтобы клеить обои будем клеить до тех пор пока не доклеим пока не устанем может быть все обои наклеить не успеем но большую часть хотелось бы то есть с утра как начнем так и будем клеить шкаф один сегодня я разобрал и выбросил вернее выставил если соседка не заберет я выброшу а плентуса все я отодрал все завтра можно спокойно работать я надеюсь что на этой неделе мы уже все закончим господи мотоциклисты на таких старых мотоциклах на мотороллерах уже сезон давно закончился они все или еще не закончился я не знаю официально они по моему официально еще не закрывали но в принципе пока до заморозков они еще будут гонять так что вот так ребята все завтра клеим потом как поклеим сразу положим новый линолеум и все и останется уже там потолочные плентуса просто плентуса напольные и как только все это мы сделаем уже будем думать о стенке какую стенку куда и чего все это выбирать так что вот так она сегодня все ребята все опять был день такой посвященный потолку ну что сделать многие сейчас мне скажут что долго да что вы за косячники такие ну я думаю что это не только в нашей семье у многих так происходит так что так все ребята всем хорошего вечера и спокойной ночи пока пока а